Привет всем звездным воинам галактики! Вы на канале Павла Ларина. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой корабль в Звездных Войнах является самым быстрым при передвижении по космосу, а также при путешествии через гиперпространство? Это сокол тысячелетия, джедайский истребитель, а может и вовсе шаттл класса лямбда? Ну, лямбду мы сразу отметаем. При полете через космическое пространство ее ускорение составляет около 1400 джи. Конечно, нам, землянам, это показалось бы сказкой, но в реалиях Звездных Войн такими скоростями никого не удивить. И в полете в рамках одной звездной системы шаттл лямбда смогут обогнать даже такие гиганты, как Акламатор и Имперский Звездный Разрушитель. Джедайский истребитель, напротив, очень быстр и в атмосфере, благодаря своей аэродинамической форме, способен обогнать многие корабли своего класса, включая крестокрылые и сиды-стребители. Впрочем, вышеуказанные ребята в любом случае огромными скоростями в атмосфере никогда не отличались, хотя в условиях вакуума они способны показать ускорение в 1000 джи. У джедайского истребителя ускорение в космосе достигает огромных 5000 джи, что позволяет за считанные секунды достичь таких скоростей, которых наши современные ракеты могут достигать лишь за часы полета. Но и у этого корабля есть недостаток, а именно отсутствие гипердвигателя. Во времена Войн Клонов, кстати, хорошие гипердвигатели, хоть и были широко распространены, но даже у топовых военных кораблей их класс достигал 2 или 3. Джедайские истребители в этом плане отличились. Гипердвигатели на их кольцах позволяли кораблям передвигаться по гиперпространству на уровне гипердвижков первого класса, самого продвинутого на тот момент. Конечно, к эпохе расцвета Галактической Империи двигатели первого класса уже стали нормой, благодаря широкому развитию новых технологий, о котором я, кстати, даже сделал видео. Но контрабандист Хан Соло в этом плане вообще выделялся как никто более. Да, в атмосфере его неказистая космическая птичка едва ли могла превысить отметку в тысячу километров в час. Да и в пределах звездной системы, в условиях вакуума, многие имперские корабли могли догнать и перегнать Сокола. Впрочем, у Хана всегда в рукаве был самый настоящий Туз, ну или Джокер, поистине выделяющийся своей уникальностью гипердвигатель серии 401, позволяющий достигнуть класса 0.5. Класс гипердвигателя рассчитывается по формуле того, сколько стандартных единиц времени кораблю необходимо для того, чтобы преодолеть стандартную единицу расстояния. Это означало, что по гиперпространству Сокол мог передвигаться в два раза быстрее, чем самые быстрые военные корабли времен Войн Клонов, перелетая целые галактические сектора в течение всего нескольких часов, но были и корабли, способные при некоторых условиях пригнать вундерфрахтовщик Хана Соло. И имя этим кораблям Секатанские транспортники. По легенде, эти корабли были самыми быстрыми в галактике, и в некоторых случаях особо богатые люди были готовы отдать миллиарды кредитов за них. По сути, за один кораблик такого типа некоторые люди могли потребовать столько денег, что их хватило бы на то, чтобы построить целый флот венаторов. Правда ли это или нет, мы не знаем, но мы точно знаем, что эти корабли были очень дорогими и вполне заслуженно. Их ускорение в вакууме космоса превышало 5000 джи, доступных джедайским устребителям, а его гипердвигатель в целом был идентичен джедайскому, если бы не одно «но». Корабли, построенные на планете Занамас и Кот, обладали собственным разумом. Используя технологии, чем-то напоминающие те, которыми пользовались Южиньонги, создатели Секатанских кораблей соединяли детали космических кораблей и местные живые существа, так называемые партнеры семена. По традиции, человек или иное существо, прибывшее на Занамас и Кот, проходил особый ритуал, во время которого вышеуказанные живые семена присоединялись к нему и устанавливали с этим существом ментальный контакт, чтобы затем стать основой и настоящей, если можно так выразиться, душой строящегося космического корабля. Естественно, позволить себе путешествие на Занамас и Кот, как и прохождение этого ритуала, могли позволить себе лишь немногие, ибо сам путь до планеты был труден и опасен, как, впрочем, и Доров. Но во время своего ученичества в Ордене Джедаев, Энакину Скайуокеру была удостоена честь принять участие в таком ритуале. Когда ритуал начался, семена, по всей видимости, сразу почуяли в молодом джедае его избранность и налетели на него целой кучей. Как правило, один человек заинтересовывал в среднем три живые семечка, но Энакин привлёк сразу 15, которые сразу же установили с учеником Оби-Вана ментальную связь. Корабль, построенный на основе этих 15 семян, Джабита, названный в честь дочери местного магистра, соответственно, тоже состоял в связи с Энакином, и под его началом мог достигать межзвёздных скоростей, недоступных ни одному летательному аппарату, обладающему гипердвигателем. Рейтинг этого космического корабля в пересчёте на стандартную республиканскую систему составлял 0,4 пункта, то есть в гиперпространстве он в среднем передвигался в 5-7 раз быстрее большинства боевых кораблей того времени и в десятки раз быстрее многих гражданских транспортных кораблей. Но, несмотря на всю крутость этого космического корабля до конца и даже до начала Войн Клонов, он так и не дожил. Ввиду своей органической основы, тесно связанной с самой силой, эти корабли были довольно чувствительны к её пертурбации. Когда странствующая планета Занамас Экот, спасаясь от атак тогда ещё молодого республиканского патриота, Таркина, улетела в неизведанные регионы, Джабита потеряла с планетой ментальную связь, и её органическая основа погибла, оставив от некогда живого корабля лишь безжизненную оболочку, похороненную на холодной планете Селин. Ну а на этой грустной ноте наше видео подходит к концу, и я надеюсь, что вам было интересно посмотреть его и узнать, наконец, какой же корабль в Звёздных Войнах, на мой взгляд, является самым быстрым. Если же вы вдруг сможете обнаружить корабль, который способен летать ещё быстрее, то спешите поделиться этой информацией в комментариях, но только со ссылкой на источник. Ну и, конечно, не забывайте оставлять комментарии по другим темам, например, рассказывать о своём отношении к теме разбора летательных аппаратов Вселенной Звёздных Войн и к данному видео, а также предлагать свои идеи, некоторые из которых могут даже стать основой для одного из будущих видео. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео, я всегда буду рад видеть тебя в моей группе ВК и на своих стримах. Спасибо за просмотр! Не забывай оставить лайк и да пребудет с тобой сила! Всегда!